Несмотря на майские праздники, ульяновские аграрии уезжать с полей не спешат. Планируют завершить сев ранних яровых культур уже к концу мая. В целом по области засеян около 390 тысяч гектаров. По темпам, которые на сегодняшний день демонстрируют сельхозпроизводители в отношении и внесения минеральных удобрений, и в отношении таких агротехнологий, как барнование пары и зяби, мы занимаем лидирующее третье место в Приложском федеральном округе среди 14 субъектов Российской Федерации. Хозяйства Чердоклинского района приступили к работам одни из первых в начале апреля. В хозяйствах уже завершили подкормку озимых культур и многолетних трав, а также барнование зяби. Первыми к севу приступили в крестьянско-фермерском хозяйстве Макаров. И, по словам руководителя, яровые уже всходят. Мы к 1 мая завершили свои посевные работы в полном объеме. Сейчас поздние культуры завершаем, это как кукуруза носилась, и подсолнечник последний гектар буквально завтра заканчивается. Достичь неплохих результатов в полевых работах помогла не только теплая погода, но и своевременная подготовка к весне. Большую роль сыграло то, что поддержка в области растеневодства по гектарной субсидии была выплачена раньше, чем в прошлом году. В 2019 году она составила 159 миллионов рублей, 128 из которых – средства из федерального бюджета. Я напомню о том, что в 2018 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе составили 1 миллион 167,3 тысяч тонн. Полученный результат очень и очень хороший. Он в полной мере обеспечивает потребности нашего региона в зерне. Еще раз напоминаю о том, что потребность составляет 860 тысяч тонн. Губернатор отметил, что высокие темпы работы необходимо сохранить и в этом сезоне. Речь идет не только о зерновых и зернобобовых культурах, но и о овощах открытого грунта. Анна Тищенко, Юрий Тимонин. Новости Ульянской правды.